Привет, друзья! С вами Кернекс, и сегодня нам предстоит посмотреть на игрушку под названием Dawn of Man, рассвет человечества так называемый. Нам предстоит с вами играть в каменном веке за небольшое поселение людей, которым предстоит выжить по разным возможным параметрам и факторам. Поэтому давайте же приступим. Новая игра. Так, мы можем с вами выбрать... Ага, ага, здесь есть испытания и этапы. Свободная игра подразумевает под собой пока что только один вариант. Это континентальный рассвет. Нет. Дальше у нас есть испытания. Долгий переход, храм солнца. Вам нужно разблокировать этапы Х3, чтобы открыть этот сценарий. Я так понимаю, что этапы мы будем получать уже внутри самой игры. Хорошо. Вот это, мне кажется, и есть этапы. Накопите 3 единицы сырого мяса. Ягод, переживите 2 года, открыть эпоху Мизолита, 20 людей в поселении. Окей, без проблем. Континентальный рассвет меня полностью устраивает. Так, мы даже можем выбрать разные позиции на карте. Так, строите и развивайте свое поселение от эпохи Палеолита до Железного века. Около 12 тысяч лет назад закончился последний ледниковый период, но большая часть континентальной Европы стала пригодна для жизни. И началась неолитическая революция. Вместе с ней и рассвет всего человечества. Название поселения. Естественно, пожалуйста, Кернигсберг. Нуждаюсь в этом названии как никогда. Локация Лесная река, режим игры обычный мы оставим. Есть извилистая река, лесная река, речная развилка, горное озеро, слияние трех рек и озерная долина. Блин, я даже не знаю. В любом случае, давайте, наверное, слияние трех рек. Просто здесь отмечен лес. Я уверен, что лес нам очень сильно пригодится. Давайте, наверное, здесь. Так, слияние трех рек обычный. Так, мы с вами появляемся как раз-таки на той местности, которую мы и выбрали. Да, сейчас я проверю только. Я не вижу... А, вот, три реки. Раз, два. Слияние двух вижу, значит, где-то еще и третье. Есть. Хорошо. Что мы с вами имеем на старте? На старте у нас с вами есть семь человек. У нас есть небольшой запас древесины. В нашем случае это обычные палки. И есть три хижины из, собственно, шкур животных. Ну и, конечно же, костер. Куда без него? На нем у нас что? Можно печь хлеб при обработке зерна. Я понял. Что мы первое должны с вами сделать? Мы должны полностью с вами задействовать добычу ресурсов. В нашем случае у нас есть замечательная в игрушке менюшка. Называется зрение охотника. Которая дает нам возможность увидеть все ценные ресурсы, все их расположения. И, собственно, мы можем таким образом максимально удобно выбрать для себя, где бы мы хотели раскинуть, так сказать, добычу. В нашем случае самый простой способ добыть еду в данном этапе, это, конечно же, рыбная ловля. Давайте поставим на две локации. Вот сюда. Вот у нас есть раз локация для рыбной ловли и два. Поставим сюда с вами точку. И, отталкиваясь от нее, здесь пусть работает пока что один человек. У нас вроде бы какой-никакой запас еды должен быть. Две единицы сырой рыбы, две единицы сырого мяса. То есть хоть что-то уже есть. Уже неплохо. Дальше. Нам нужен сбор палок. Где-то у нас есть рядышком палки. Палки являются первичным самым ресурсом для крафта, причем как для инструментов, так и для строения здания, если не ошибаюсь. Поэтому мы поставим сбор палочек вот здесь. Автоматом ставится один человек. Собирайте ресурсы, пока в месте хранения не будет 10 палок. Так, с этим разобрались. Дальше. Нам нужна добыча кремня. Тоже пригодится для ресурсов. Где у нас кремень? Вот кремень есть один. Но пока я вижу только один кремень. Вот эта груда разнообразных камней является как раз-таки кремнем. Ну ладно. А вот еще есть сверху. Ну давайте здесь. Здесь поближе к поселению выходит. Так, добыча кремня тоже один человек. Сколько там ограничитель? 10 единиц. Окей. Так, что мы еще можем с вами добыть? Это сбор урожая диких растений. В нашем случае... Ого, нам повезло. Сейчас, можно там вырубить. Здесь плодовые деревья. И еще и в придачу ягодных кустов целая-целая куча. Правда, беда в том, что маркер сам за деревом. Но пусть стоит. Тут бесконечно будут собирать зерно и, собственно, растения, которые... Ну, зерна у нас нет, естественно. Поэтому они будут собирать растения просто дикие. Так, охота. Охоту лучше не отмечать. Пока что. Мы к ней еще придем. Добыча камня. Ну, в принципе, можем поставить, но... Это такой себе спорный вариант. Кремень входит, вроде бы, в добычу камня. Ну, на всяк пожертвовании я сюда впилю. Так, каменюка. Бук. Бук меня не интересует. А здесь добывается... А, да, это разный камень. Все правильно. Кремень и камень. Все, с этим разобрались. Самая начальная точка у нас есть. Здесь давайте выставим с вами скорость. Чтобы мы могли менять скорость наших поселенцев. Что нам в первую очередь? У нас есть также менюшка постройки, в которой мы можем выбрать жилые постройки, хранение, либо же производство. Тут еще и вера есть, но к ней мы еще доберемся. Мы можем поставить шатер за... Уже высушенную кожу, по-моему, да? Да, у нас есть 4 сырой кожи. Нам нужны дубильные станочки. Где он у нас? Сушилка для шкур. Чтобы, собственно, могли эту шкуру переработать. Давайте сразу как-то займемся планированием. Наверное, наверное, если хижина я вокруг костра как-то буду обставлять. Здесь есть вот этот недосклад. Давайте, наверное, дубильню я поставлю вот здесь. Здесь, причем поставим раз. Я не посмотрел, правда, сколько она стоит. 4 палки стоят. Отлично. Поставим 2 дубильни здесь. Ускоряем. Людишки сами найдут ресурс, сами пойдут его и, собственно, закинут. Палкой ловит рыбеху. Все правильно делаешь. Палки переносят. Все хорошо. Так, сушилка для шкур есть. Автоматом здесь стоит вот. Если мы отожмем, второй кнопкой мы можем зажать на постоянное повторение задачи. На одну сушилку закидывают 2 сырые шкуры. И с ними уже можно будет работать в виде сухих шкур. Дальше. Нам нужен с вами костер. У нас есть примитивная мастерская. Мастерскую, в принципе, мы можем разместить в жилом. Отдели, так сказать. Это особо повлиять не должно. Давайте только максимально плотненько постараемся это все ставить. Давайте вообще x8. Максимально плотненько, чтобы просто сэкономить наше время. У нас, по идее, есть деревянные копья, у нас есть ножи, рубила, во всяком случае, из камня, и рыболовные снасти, деревянный гарпун, одна штука. Я не знаю, насколько быстро они будут тратиться в силу их постоянного использования. Но, кстати, забейте, здесь вот этого перехода не было. Они начали топтаться, и он появился. Вот это, кстати, тоже прикольчик. Так, хорошо. Нет мест для хранения. Сейчас мы займемся еще местами для хранения. Вы сначала сделаете одно дельце, а потом переступим к другому. Что у нас, кстати, в управлении? Есть стата. Взрослые мужчины с женщиной, пожилые и дети. Детей у нас двое. Но пока что им плодиться некуда, потому что если у нас нет достаточного количества зданий, то, соответственно, мы не сможем никоим образом, как бы мы не пытались, получить больше людей. Так, температурная проблема. 12 градусов. Но у вас кастриг есть. Чего это? Костер есть. Подкидывайте периодически дрова, и будет вам счастье. Так, шкуры все переделали. Да, вышло. Где-то они две, правда, шкуры потеряли по пути. Ну да ладно. Так, давайте поставим с вами производство рубил, деревянных копьев и деревянных гарпунов на повтор. На повтор до, собственно, нужды. То есть сколько им нужно ресурсов, они их и будут клепать. Так, показать связанные ограничения ресурсов. Да, тут все в порядке. Тут претензий нет. Они будут по чуть-чуть производить инструменты. Это нам только на пользу. Что у нас по ресурсам? Сейчас, сейчас, сейчас. Мне кажется, у нас... Да, у нас рыбы кот наплакал. Абсолютно. Наревел просто. Так, зрение охотника у нас с вами по идее. Сейчас пусть они сделают эти... Хотя у нас же есть копья. Давайте отправим несколько людей на охоту. Сейчас включим зрение охотника. Что у нас есть? У нас здесь с вами есть кабанчик. Так, пауза. У нас есть с вами молодой кабанчик-самка. Взрослая самка-кабан. Есть муфлон. Баранчик горный. И есть дикие ослы. Здоровье 170. Здоровье 80. У габана здоровье 108. По-хорошему, по-хорошему, если мы хотим выжить во время охоты, на целое стадо нападать нам нельзя. Нам лучше найти... Матерь, тут еще и мамонт шляется. Не-не-не, с мамонтом не хочу иметь дело. Нам нужны одинокие животные. А? Мертвый муфлон? А, здесь волки. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Хотя сейчас посмотрим, что произойдет. Так, кто-то пойдет забирать? Мне просто волков этих надо либо искоренять, либо что-то придумать, потому что они меня сожрут. Я надеюсь, что они на мамонта нагрятся. А я пока муфлончика соберу. Сейчас, если он его правильно разделает... Ну, просто написано было две косточки, наверное, поэтому мы... Деревянный гарпун рубила у него с собой. Я не вижу, чтобы из него что-то выпало. Печально. То есть, дичь, которую уже забрали другие животные, нам трогать не имеет никакого смысла абсолютно. Абсолютно. Ладно, давайте тогда попробуем аккуратненько здесь из стаи выбить небольшое животное. Давайте, допустим, это будет один из муфлонов. Вот этого муфлона заохотьте, пожалуйста. Мы можем, кстати, ускорить процесс вручную. Взять вот этого человечка. Вороб, вороб. Будь добр. Иди атакуй вот этого муфлона. Где ты там? Давай, 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 не стесняйся. Так, кабаны сбежали. Одного муфлона он как раз-таки задел и начинает разделывать. В нем уже есть 4 единицы мяса и 2, собственно, кожи. Это приятно, это замечательно. Но опять же плюс в том, что обычные животные сбежали. То есть нам, как таково, опасаться нечего, пока что. Пока что они сами на нас не кидаются, это все хорошо. С этим разобрались. Так, сейчас нам нужно будет еще немножечко подохотиться, скорее всего. В любом случае, как бы мы ни пытались. Так, где у нас сделано зрение охотника? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Сейчас первоочередно нам желательно все-таки взять заготовку пищи Чтобы мы могли сушить мясо, рыбу и обрабатывать зерно Вот, поэтому нам нужно сейчас еще попытаться заохотить Какую-то зверушку, которую ранее мы не трогали Это кто такие? Это большорогий олень Хорошо Так, дайте мне тогда вот этого еще, товарища Дикого осла тоже забирайте Они берут прям копьем, как пилумом В лицо ему, о-о-о, ползет Хрена, осел мощный, да, по хп выходит Ни хрена, куда он убежал Товарищ, ты точно его догонишь? Попадание И сколько тут мяса? Столько же, по сути То есть хп у него как бы дофигища Так, нет мяса для хранения, наш склады сделал Что-то я забыл совсем Мяса у него вроде бы как столько же, а хп у него гораздо больше Ну такое Так, знание получится, да, очки знаний можем потратить Давайте хранение разберемся Где у нас строение? Хранение Так, хранение из шкур Простейшая постройка для хранения Груда дерева, груда камней Ну, я так понимаю, что здесь мы как раз сможем С вами хранить жратву Давайте я Нет, здесь будет продолжаться Вот сюда выставлю, а здесь будут сушилки-то стоять Все, работа есть, погнали Я надеюсь, тот парень донесет мясо Проблем не будет Давайте, вжук-вжук-вжук Разбежались Меховая одежда у нас еще осталась Это который начальный набор, так сказать Поэтому Вроде бы как Проблем быть не должно Единственное, что нам нужно сейчас сделать Жилые дома Чтоб к нам наконец-то смогли прийти новые люди Я думаю, в этом проблемы не будет Так, этап разблокирован Охотники и собиратели О май гад Это у нас типа скрин Завпечатлен момент, когда мы прошли этот этап Ясно Я вас понял Где товарищ? О, вот Ты, да? Да, он Тащит шкуры, тащит мясо У нас там мамонт опять рядом шляется Он меня немножечко волнует Так, ты кто такой? Древний бизон Ну, хп у тебя тоже должно быть до хрена, да 270 Мы его не осилим Мы его просто не осилим Кстати, а что здесь? Требуется изучение костяных орудий Ну, костяное копье явно лучше, чем деревянное Как бы там ни было Да и кости мы по чуть-чуть начинаем уже собирать Как я понимаю Так, склад сейчас приготовят Здесь закинули по одной шкуре Давайте тогда запустим охоту В более больших масштабах, что ли А чего здесь ягоды кинули? Они же портятся Ягоды, по идее, являются Плодовые деревья Ягоды являются одним из источников Быстрой пищи, так называемой Но хранить мы ее не сможем Чтоб постоянно ее потом потреблять Вот в чем проблема Так, сейчас я проверю Большерогий олень Сколько? 150 хп 85 Вот этого забирайте У этого 170 Не очень хорошо Так, большерогий 150 Ладно, тоже забирайте Ты, товарищ 150 Забирай И тебя забирай Пусть все сейчас выбегут на охоту резко Неожиданно ли они? Хотя они что-то разбегаться начинают Товарищи, давайте на охоту Быстро Заодно мясо добудете И заодно новый вид Животное уничтожить И тем самым получим Очко знаний Так, вижу один пошел Так, выделили Пошел, 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 пошел Разогнал этих Бизончиков А нет, там волки походу Так, погнал, 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 погнал Ох уж эта охота уровень бог Так, фрукты испортились Новое построение хранилища и шкур готова Плюс знания Кстати, знания получены Мы можем, по идее, толпой на одного накидываться Но как-то в случае оленей Не особо хочется, на самом деле Так, ладно, что у нас здесь? Вообще из доступных Что у нас есть? Изготовление пращей Это вообще мощная штука Это хлеща рогатки Знания 5 требуется Приручение собак Приручение коз И приручение собак Собака как отдельное Да, здесь у нас, короче, тейминг полностью Дубление шкур Так, дубильное Качество изготовления Саней Кожей кожаной одежды Угу Так, тотемы Это связанные с верой Пока не совсем понимаю, как они работают Но ничего страшного Так, костяные орудия Ага Гарпун тоже костяной будет Кремниевые потом мы сможем делать Ну давайте сначала с едой все-таки разберемся Нам там не так много осталось С едой будет чуть проще Проще будет в том плане, что мы сможем запасать еду На будущее Это ли не чудо? Это просто замечательно Так, 10 единиц палок У нас их даже и близко нет Сейчас я тогда подниму показатель Где у нас здесь сбор палок До двадцатки давайте Двадцатку собирайте Так, получено сырое мясо Икс 10 Знание плюс 1 Сырая шкура икс 10 Знание плюс 1 Все, так у нас есть на следующее изучение Ммм, я не знаю, что лучше Проща, по идее, лучше Потому что они работают Сдалека С прощи Но мне кажется, что проща будет работать Не для охоты, а именно для защиты Но это не точно Ну давайте поэкспериментируем Че нам-то Так, изготовление прощи Давайте Где у нас Станочек Ммм, так, проща есть Изготавливается две прощи Из Сухой кожи Сухой шкуры, точнее Так, примитивное орудие для охоты То есть оно для охоты используется Замечательно Тогда вот эту хрень остановите, пожалуйста И запустите прощу Так, что у нас происходит Осень проходит 14 градусов Пока все не так страшно Пока не так страшно Так, здесь что такое? Дров не хватает Не, дрова есть А почему отмечено? Ладно Не имеет значения Давайте, отстраивайте Я домик один поставил К нам, если что Должны Примыкать люди Как мне лично кажется Но они, шорт, не торопятся Освободить ячейки хранения Они даже в этих хибарках Умудряются хранить Ресурс Ох уж Ох уж Ох уж Ох уж Что я могу сказать? Так, заготовка пищи Еще ее не сделали Давайте я Жилой У нас сколько? Не, палок сейчас не хватит Пусть пока этим занимаются Во-во-во-во Первый пошел Так, готово Автоматом здесь стоит Сушка, собственно Мяса И сушка рыбы Пусть товарищи приступают Особенно своих домов вытаскивают Смотрите, сколько слотов Я чуть не обозрался Не надо так, пожалуйста В общей сумме У нас 10 слотов А, нет, не 12 12 слотов Для того, чтобы Можно было в один момент Вот Сушить мяско Рыбку И никаких, собственно Проблем не испытывать Так, забирайте Технология Проще Так, что тебе не хватает? Пища А, ну ты, видимо, далеко бегал За ресурсами, да Костя у него с собой Все это добро Видимо, далеко бегал Мясо есть, рыба есть Так что не надо тут Поднывать, если что Я сюда поставлю двух людей И поднимем до 20 рыбу Так, а ты в что втыкаешь? Торговля! О-ля-ля Запасы торговца У него есть Солома Танин Бревно Кожа Уже Дубленное, так понимаю Бобовые растения Один хлебушек И кремень Ну, не знаю, товарищ, что тебе сказать Мы сейчас на таком этапе Когда я не хочу вообще Никакие ресурсы отдавать Серьезно Так что счастья, здоровья Уходи Уходи Так, ты на перекусе? Замечательно Так, это запустим пока Ты на перекусике Так, еда здесь По чуть-чуть сушится Ее будут собирать Все, супер Здесь можем не заморачиваться Так, где наше зрение охотника? У нас что-то слишком много мамонтов рядом Меня это настораживает, честно говоря Но я думаю, мы с ними Если что, то справимся Так, а это что за культура, кстати? Проса А их можно как-то добыть? Для этого действия Нужен определенный сезон Осень А, то есть его можно было добыть Но сейчас нельзя Окей Вопросов нет Нельзя, так нельзя Нельзя, так нельзя Вторую сушилку Чего не делаем? Палок не хватает Что я могу сказать? Давайте всегда накинем человека Потому что палки нам еще и для домов пригодятся Для хижин наших Так Жопа начинает подмерзать Причем очень активно У нас там очки есть новые? Очков не хватает Где у нас идет Вот, дубление Ткачество Мастерская, ткачество Мастерская портного В общем, в этом направлении Нам точно придется двигаться Рано или поздно Потому что без одежды Мы будем себя очень плохо чувствовать Так, здесь приоритейс Костер постоянно должен Быть разожжен Так, у нас есть 4 единицы еды всего лишь Так, хорошо Надо посмотреть, знаешь, что Как у нас работает По какому принципу охота То есть они будут просто охотить Все подряд Не, тогда не годится Мы можем изменить размер И разместить несколько Но это не то, что нам надо У нас пока что нет настолько Мощных орудий для охоты Чтобы мы могли смело Взять И побежать Фигачить Всех абсолютно подряд Зверушек Которые здесь есть Поэтому мы аккуратненько Будем выделять Муфлончиков Там козочек И их будем пытаться Забирать Это самый Простейший способ Пока что мы не занимаемся Культурами Поэтому О каком-то Урожае И его хранению В будущем Пока речи идти не может Так, а это что-то Что такое? А, древний безун считается Для меня опасным Причем, заметьте Он был ранее красным Если не ошибаюсь Сейчас стал оранжевым Из-за того, что у нас Проща появилась Это интересно Так, козлик Ибекс Прочнее, простите Ибекс, а не козлик Они вообще лоухеповые Малых даже затеймить можно Если был бы скил Неплохо, неплохо Это интересно Так, паузу отжимаем Поехали Давайте Кто там на жопе сидит? Бревно закинули Давайте Приступайте к работе Так, шкуры есть Этот есть Давайте я еще Гроза Может не надо грозу? Пожалуйста Пожалуйста Так, домик У нас следующий дом Соломенная крыша Требует, чтобы хижина А пока шатер Шатер так шатер Давай вот сюда В упор прям Во Фигачьте шатер Так, рыбу начали добывать Единственное, что Ой-ой-ой Она как-то скажется, интересно Муфлон убегает от охотников Это нормально Но я надеюсь Мне ничего не подожжет Убита новая животная Ибикс Отлично Ну, гроза очень жестко выглядит Пугающе Пугающе Так, получено костей Десять штук Получено за это знание Сколько у нас? Пять очков, кстати, есть Шавансек Так, пять очков Пять очков Давайте тогда Ну, кожаная одежда Это, конечно, хорошо Но мы столько не охотимся Ну, ладно Сейчас попробуем тогда менять У нас, кстати, девять человек Прошу заметить Это либо дети выра... Нет, дети, по-моему, числятся Все равно, как население Я могу ошибаться, конечно Но, по-моему, числятся Так, охотники Давайте, тащите все домой Мясо сразу на сушилке Умнички Умнички даже не тратят время на склад Хо-хо Девять человечков у нас есть Из них двое детей Мест у нас на двенадцать человек Соответственно, ждем Пока новые придут О, мясо дофигища натаскали Двенадцать единиц Рада высушить теперь это все добро Вон, малой бегает Тоже не бесполезен малый А бегает и вешает мяско Что-то сушились Красава Так держать Так, рыбу только не забывайте ловить Так, у нас переход на весну Все супер Становится чуть проще Только глаза как-то Слишком резко адаптироваться Должны были Под это все добро Так, ягоды у нас есть Кстати, ягоды они вообще, по-моему, не собирают А они на них просто клали болт Ну ладно, это их дело А где зверушка все попряталось? Или это мы их так распугали? Своим намерением их убить Так, ослик Подпадаешь под люли Так, а кстати, можно ли вот так? Сейчас проверим Так, здесь я не хочу получить люлей Где-то у нас есть Еще зеленые безобидные Животные Так, здесь мы все разгребли Здесь разгребли Здесь отметил Так, тебя заберем И тебя заберем Дикая лошадь 250 хп Хо-хо Хо-хо-хо Но прощей вроде успеет навалить Кстати, есть ли информация по проще? Ты тихо Сейчас, где у кого? У тебя деревянное копье Идет измерение в звездочках Ну прощи, если не ошибаюсь Там две звезды Они их, по-моему, принципиально не берут Кстати, ни у кого прощи собой нет Ясно Вопросов больше не имею Сушите мясо Радуйтесь жизни Да, мясо кучу принесли Кучу шкур притащили еще в придачу Окей С этим уже можно жить Так, где у нас производство? Дубильное Давайте Ее вот здесь рядышком Вот, кстати, жаль, что ее прям в упор нельзя поставить Было бы удобненько Все разбежали Все заняты Серьезно У всех работа Кипит Кипит, кипит Здесь уже сухое мясо надо забирать Так, отдыхает Поел, красавчик Костер горит Все как надо Это тоже хочет отдыхать Но пока рано Так, вайленное мясо Опять знания получены Три единицы уже знаний Слушайте, а знания набираются очень быстро Я переживал, что мы Технологически будем в застое Но не тут Что это за рыбу Бизон, уйди отсюда Не порть удовольствие, пожалуйста Так, потащили еще рыбу Дикая лошадь убегает Дикий осел убегает от охотников Но я в них верю Они все равно достанут А ты что, сюда идешь? Палки, супер Преследует северного оленя Давай, вперед Я в тебя верю Так, только не забудь дубильню поставить Ааа, бревно надо Уля-ля, кстати А ну-ка проверим Береза Срубить требуется технология Составные орудия Матерь Божья То есть до дубильни Нам еще как до небес, да? Я вас понял Я вас абсолютно Спокойненько понял Давайте тогда Впилите сюда еще одно жилье Вот так, идеально Так, что произошло? Олень убегает Да там все что-то пытаются убегать Зачем только, непонятно Это их проблема Что у нас еще на данный момент Является открытым? Ааа, грудодерево Хранение палок и бревен Кстати, да Давайте, наверное Вон там один с голоду Сейчас с ума сойдет Иди поешь уже Давайте, наверное Переместим этот склад Хранение грудобревен Поставим здесь Хранение грудокамней Поставим здесь А отсюда склад мы потом С вами просто удалим Чтоб он нам не мешал Так, шкуры сухие есть Это добро есть Прибыл торгаш Ну давай Посмотрим, что у тебя есть Хлеб готовый есть Так, кремя, высушенная кожа Танин Бревно есть О, давай мне одно бревно Ценность товара Один Шо мы тебе можем дать взамен Прощу я тебе не дам Конечно, я могу тебе косточку дать Косточка дороже Но-но-но Не дам туда Кусок мяса Сходится Один кусок сухого мяса На одно бревно Чтоб мы дубильню поставили Втихаря пока Спасибо, товарищ Уважение и респект Все дела Бревно есть, тащи Усё, бревно готово Дубильное готово Ха-ха Так, что здесь происходит Здесь берется А, нужен танин И нужна Сырая кожа, короче И только тогда Из нее мы сможем сделать Кожу для пошива одежды Печально Что я могу сказать Ну пока отменим Отменим это добро Чтоб оно нам не мешало Так, вода Почему ты воду не пьешь? Вон, пожалуйста Река есть Брн-брн Полакай немножко Почему автозамедление происходит? Как будто что-то плохое происходит У этого человека Слишком низкие показатели Не будут выполнять задания С пониженной эффективностью Так он пьет Все нормально Так, пещерный медведь Убивает Акойна Что? Какой нахер пещерный медведь? Матерь божья И он причем его убил Почти этого пещерного медведя Твою же мать Преследует кабана Давайте вольните этого медведя Дело так не будет Если у нас здесь будет шастать хищник Который нам жизни не даст Так, малой нам не годится Так, а вот так можно? Нет, так нельзя Я понял Давайте вы вдвоем Закрохайте этого медведя Он уже битый Как вам будет угодно Метельте его вовсю I see you Иди сюда Где вы там? Он там сейчас кабана еще вольный должен Красавчики, стоп Сразу же разделайте его, пожалуйста Охренеть Просто потеряли человека Из-за того, что он на медведя напал Попал, точнее на медведя Так, куча мяса Куча кожи Куча кости Кстати, количество ресурсов не меняется Вот это печально Хотя по идее медведь Это ж ого-го Эхэхэй Все дела Ладно Ничего страшного Сбегайте, главное ресурсы соберите Все остальное не столь важно Так, закинули кожу Есть Еда Сколько у нас? 15 единиц А это что? Они начали ягоды собирать наконец-то У-ля-ля 8 единиц, кстати Давайте уже тогда возьмем с вами Костяную снарягу У нас сюда входит копье и гарпуны Да? Тогда вот это отменяем Они тоже, кстати, считаются Как второго уровня охоты Предметы Ладно, производить В любом случае Как бы там ни было А одежду они, кстати, делают Из обычной Высушенной кожи Абсолютно без проблем Ну, точнее, шкуры На данном этапе Это, скорее, все-таки шкура Так, погнали Вы молодцы Вы знаете, что делать Я в вас верю Так, мяске накидывают Побъезжали забирать Красавчики Малой бегает, палки собирает Вот казалось бы, да В большинстве игр Малых почему-то Перечисляют к абсолютно бесполезным И нетрудоспособным А это не так Это от слова Совсем не так Я теперь буду проверять На наличие медведев Что теперь делать Другого варианта Я не рассматриваю Медведев пока Вроде бы нет Так, вот эти кабанеры Отлично Их можно несколько выделить Кабанеры До свидания И здесь еще у нас Целая стая Диких лошадей Диких лошадей Тоже попытайтесь Всех заохотить Если получится Если у вас будет желание Если получится А вы там собрали Весь материал? Нет Я не понял Почему он решил Здесь собрать А, он решил Собрать и сам похавать Слушайте Это гениальный ИИ И шел Шел по своим делам Понял, что хочет хавать Сел, собрал С куста ягоды И все похавал Все логично Не надо вот это замарать Главное, чтобы Главное, чтобы что-то Не то не съел Так, кого-то Нас все там вольнули Я слышал ор Ор коней Лошадей Так, убит Новое животное Кабан Получены фрукты Х10 Еще плюс Отлично Давайте еще Технологи Так, приручение Собак Угу 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 Я правда не понимаю Что значит собака Там написано Приручение Или собака Появится у нас Давайте, короче В любом случае В любом случае Давайте Так, костяные орудия Это понятно Здесь мы переключили Эээ Это пусть сделают Сейчас надо волков найти тогда И попробовать Попробовать приручение Хотя я думаю Это что Мед У нас здесь медведь Прям под боком опять Причем с целой шайкой Медвежат Я так понимаю Молодой самец 200 хп А это огромная самка Скорее всего, да? 360 хп Уф 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 Ммм А у нас там есть цели Которые надо охотить рядом Вроде бы нет Вроде бы всех забрали Так, это мертв Это мертв Надо только собрать Здесь еще и туры стоят Поскольку хп по 300 Ну, короче, знаете Хрен его знает Они тут еще тусят Прямо рядышком Еще и на задние лапы становятся Можете уходить, пожалуйста Открыть технологии приручения собак Да-да-да Это я помню Но если бы он был один И у него было бы 500 хп У нас было бы больше шансов Его убить Медведя этого Серьезно А так пока это страдания Кстати, а где у нас здесь культуры? Требуется технология обработки зерна Да, то есть Так как бы у нас осень То есть собрать можно Но обработки зерна у нас нет Но, тем не менее Мы к этому без проблем Придем, я уверен Соломенная крыша Где у нас? Вот Открытие пуху неолит У нас идет обработка зерна Сток сена Ступка Обработка бобовых Мука, хлеб Дальше оккультурование зерновых Оккультурование бобовых Ячмень Проса и пшеница Ну, вот до этого уровня Было бы прям идеально доскакать Но знаний надо побольше Во всяком случае Пока что, ребятки Если вам эта игрушка понравилась Обязательно пишите об этом в комментарии Либо же просто поставьте лайк Под этим видео А я вам желаю Всего самого наилучшего Не забывайте комментировать Увиденные И нажимать на колокольчик А мы с вами, возможно Встретимся в следующем эпизоде Пока-пока